Первый арест в деле о прорыве границы в Шегенях. Львовский суд на два месяца взял под стражу одного из участников этих событий, жителя Ивано-Франковской области. Ему вменяют незаконное перемещение людей через границу и насилие в отношении правоохранителей. В деле появилась еще одна статья обвинения. Все подробности узнаем от Инны Томиной. Экстрадиция под вопросом. Украина может не выдавать Михаила Саакашвили Грузии, считают в Минюсте. Ведь на родине политика, против него только рассматривается уголовное дело. А для экстрадиции необходим приговор. Ничего еще в Украине не случилось, кроме как перехода господина Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам и в Генеральную прокуратуру в отношении господина Саакашвили, они говорят о том, что в Грузии рассматривается уголовное дело по отношению к нему. Это еще, как бы так сказать, не очередной этап в проведении экстрадиции. И в этом этапе Министерство юстиции не принимает участие. На ситуацию с Саакашвили сегодня отреагировали и в Госдепе. Спецпредставитель США по Украине заявил, что экс-губернатор имеет право на публичное судебное разбирательство по вопросу о потере украинского гражданства. Украина страна, где действует верховенство права. Кто угодно, например, бывший президент Саакашвили имеет право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что прекратится эскалация политической драмы и все сосредоточатся на правовом урегулировании. Это для Украины не менее важно, чем борьба с коррупцией и экономические реформы. Напомню, что дело о незаконном пересечении украинской границы рассмотрят во Львовском суде 18 сентября. Тем временем, 10 сотрудников Госпогранслужбы, которые пострадали 10 сентября в пропускном пункте Шегини, сейчас в медучреждении ведомства. У всех ушибы и ссадины разной степени. Три человека отримали повседение плечевого пояса, закрытие тупой травмы связочного аппарата. Три человека травмы ног, один травма головы. Двух был подвышенный тиск после эмоционального взрыва и один отримал травму, мяких тканин спины. Полиция тем временем добавила в дело о прорыве через границу еще одну статью – хулиганство. Сам же Саакашвили сегодня объявился в Черновцах, где провел очередную акцию. Инна Томина, подробности телеканала Интер.